Транспорт и логистика Транспорт и логистика Транспорт и логистика КТЖ-экспресс существует с 2013 года Внутри компаний КТЖ Мы являемся стопроцентной дочерней компании КТЖ КТЖ-экспресс развивалась по разным направлениям деятельности Было и простое экспедирование, и оперирование вагонами Сейчас перед нами стоит задача развить компетенции в области национального логистического оператора, осуществлять перевозки для клиента дверь-дверь, работать четко и точно по клиенту, максимально задействовать инфраструктуру КТЖ, работать с клиентами внутри Казахстана в части промышленного аутсорсинга, цепей поставок и доставки от двери до двери, как внутри Казахстана, так и за ее пределами. В целом вектор развития КТЖ-экспресса не меняется, мы просто идем дальше от экспедирования до уже такой национального логистического провайдера, который охватывает полный спектр услуг и предоставляет качественный сервис нашим клиентам. На что будет делаться упор в развитии? То есть это мультимодальные перевозки или же все же будет упор делаться на транзитные контейнерные поезда, которые ходят по маршруту Китая-Европа-Китай? Конечно, мы дальше будем развивать контейнерное направление между Китаем и Европой, развивать наш маршрут, коридор ТМ-ТМ. То есть контейнерные перевозки, они остаются в контуре КТЖ-экспресс. Дополнительно мы добавляем такие бизнес-направления, которые позволят нашему клиенту не только заказать контейнерную перевозку, но и осуществить любую логистическую услугу, вплоть до перевозки мелких партий грузов, сборка и автомобильные перевозки, морской фрахт через порты наших соседей. В общем-то мы добавляем компетенцию в части именно доставки от двери до двери. Какие маршруты будут развиваться, то есть те, которые есть, какие дополнительно планируются вами? Ну, мы будем развивать наши текущие маршруты. Мы видим рост контейнерных перевозок. То есть мы в 2018 году 537 тысяч ДФЭ перевезли, то есть планы на 2019 год, 715 тысяч ДФЭ, на 2020 уже почти миллион. Конечно, мы будем развивать эти маршруты. То есть это в рамках Китая, из Китая в Европу, в обратном направлении, значит, развивать наши маршруты на Среднюю Азию и, значит, наши маршруты по направлению из Китая на такие страны, как Азербайджан, Турция, в рамках ТМТМ. Также дополнительно у нас есть парк РЕВ-контейнеров в нашей собственности, которыми мы управляем. У нас есть интерес запускать РЕВ-поезда по маршруту Казахстан-Россия, Россия-Ташкент через территорию Казахстана. Вот, поэтому эти маршруты в планах у нас стоят. Мы их дальше будем развивать, в общем-то, и запускать новые направления деятельности. Но все это идет, конечно же, от клиента, от рынка. То есть мы будем подстраиваться и выполнять те задачи, которые будут ставить перед нами клиенты. У многих возникает вопрос, в чем отличие в деятельности между КТЖ-экспресс и ОТЛК ЕРА. Расскажите вот об особенностях данного сотрудничества между КТЖ-экспресс и ОТЛК. Ну, надо понимать, что ОТЛК – это такая наша сестринская компания. То есть акционером ОТЛК является структура КТЖ, администрация железных дорог России и Белоруссии. То есть это эффективный оператор на пространстве 15-20. И мы в рамках этого сотрудничества между Китаем и Европой в обратном направлении сотрудничаем с ОТЛК. КТЖ-экспресс – это, конечно, больше коммерческая структура, которая имеет разветвленную сеть коммерческих офисов как в Китае, так и в Европе. И мы именно нацелены на работу конкретно по клиенту. Более того, у нас есть такие активы, которые мы должны развивать, то есть мы обязаны развивать. Это наши активы, которые приносят эффективность КТЖ и ощутимый доход. То есть это Харгос гейтвей на станции Алтенколь – это сухой порт. Это особая экономическая зона СЭС, Харгос. Это наши порты. И мы, конечно, также нацелены на более эффективную их работу и прилагаем все усилия для того, чтобы задействовать максимально эти мощности. Вы, как эксперт в области транспорта и логистики, как оцениваете состояние железнодорожной инфраструктуры в Казахстане по сравнению, может быть, с международными стандартами, ну и в целом со странами СНГ? Ну, да, несмотря на то, что я имею железнодорожное образование, конечно, в большей степени этот вопрос надо отнести к специалистам КТЖ, к техническим специалистам. Но сегодня, в ближайшие два года, мы не видим никаких ограничений в части пропускной способности КТЖ. И, конечно, сегодня мы не видим никаких ограничений. И, наверное, если мы будем иметь такие сигналы, то мы, конечно же, незамедлительно обратимся к нашей материнской компании для того, чтобы технологически устранить эти ограничения и наладить эффективную работу. Сегодня никаких ограничений на инфраструктуре мы не имеем. Вот вы говорите, что основной упор будет делаться на доставку грузов от двери до двери. То есть, это, наверное, в сознании самих предпринимателей надо повышать уровень контейнеризации, то есть, чтобы люди старались больше отправлять грузов в контейнеров. Вот как вы оцениваете сегодняшний уровень контейнеризации в Казахстане и вообще есть ли перспективы роста? Ну, уровень контейнеризации в Казахстане сейчас на уровне 2%, но идет рост. То есть, мы видим рост контейнеризации в Казахстане. И вообще перевозка в контейнере является более технологичной по сравнению с альтернативными видами подвижного состава, таким как крытый вагон, автомобильные перевозки. То есть, контейнер можно поставить на платформу, с платформы железнодорожной поставить на машину, отвезти прямо к складу, сделать обратную загрузку, привезти опять на контейнерный терминал и отгрузить в обратном направлении. То есть, в целом, конечно, уровень контейнеризации растет и предоставляя более качественный сервис нашим клиентам, как по стоимости, так и по доставке, мы считаем, что этот уровень контейнеризации в Казахстане будет расти. По поводу сотрудничества с клиентами и другими компаниями, вот на сегодня та база клиентов, которая у вас есть, с кем вы планируете углублять сотрудничество? Возможно, у вас намечены планы завести каких-то новых партнеров. Вот можете об этой работе поподробнее рассказать? Ну, на сегодняшний момент КТЖ-экспресс работает с 17 провинциями в Китае. То есть, мы каждодневно улучшаем с ними взаимоотношения, усиливаем, скажем так. В апреле месяце мы планируем роуд-шоу такое под председателем нашего председателя правления КТЖ по провинциям, для того, чтобы провести коммерческий переговор, наметить дальнейшие пути развития между Китаем и Казахстаном. Также мы работаем с европейскими международными компаниями, такими как Railcargo, Interrail. В этой связи мы постоянно на контакте, у нас постоянно идут перевозки, мы их улучшаем, улучшаем как по стоимости, так и по качеству. Работаем с инфраструктурой КТЖ в части сроков, потому что это немаловажный фактор для наших клиентов, это сроки доставки. По поводу сотрудничества, вы сказали, что у вас есть клиентская база в Китае, есть клиентская база в Европе, но насколько известно, когда поезда идут из Китая в Европу, они полны, когда обратно из Европы в Китай, то там наблюдается уже какая-то незаполняемость. Вот есть ли какие-то тенденции, перспективы для увеличения именно грузопотока со стороны Европы в направлении Китая? Ну вы знаете, это не только наш дисбаланс в целом, то есть если мы говорим о общем транзитном потенциале и грузопотоках, то это обратная загрузка из Европы в Китай, это примерно 60%. Но мы работаем с этим балансом, то есть мы выстраиваем свои маршруты таким образом, для того, чтобы более эффективно использовать наш и подвижной состав, и контейнеры. То есть мы в этом направлении работаем, но это такая, знаете, большая проблема для всех. Ну с балансом мы работаем, то есть мы его чуть-чуть даже по сравнению с 2017 годом, в 2018 мы его чуть-чуть даже увеличили, поэтому в целом понимаем, что он есть, но будем жить в текущих реалиях и работать с теми цифрами, которые, как говорится, имеем. Такой, наверное, наболевший вопрос у экспедиторов. Постоянно спрашивают, что вот КТЖ-экспресс оперирует собственными контейнерными поездами. И у экспедиторов, на второй вопрос, как им со своими контейнерами, то есть со своими грузом можно попасть в поезда КТЖ-экспресс? Ну, КТЖ-экспресс открыт для всех, как в части, где КТЖ оказывает услуги нашим клиентам, так и в части предоставления ресурсов. То есть мы готовы рассматривать наших партнеров как по предоставлению как контейнера, так и фитинговой платформы. То есть мы готовы контрактовать фитинговые платформы, брать в свои поезда, если этого требует наш партнер, так и в обратную сторону. То есть мы открыты для клиента, он может подписать договор с КТЖ-экспрессом абсолютно прозрачно, подать заявку на исполнение, и мы приступим к своей работе, как говорится. Ну, получается, для достижения ваших целей необходимо будет повышать уровень взаимодействия с клиентами, то есть это какое-то интерактивное общение, то есть либо какие-то другие каналы связи. Вот в данном направлении КТЖ-экспресс какую планирует работу проводить? То есть для того, чтобы, как сказать, улучшить взаимодействие, то есть и поиск новых клиентов, и работа с самими клиентами, то есть это же все сказывается на деятельности? Конечно, мы планируем эту работу, то есть мы, в принципе, к ней уже приступили. То есть это мы, я думаю, что к середине лета запустим систему личного кабинета клиента на сайте, туда выложим калькулятор, там будет весь прайсинг по КТЖ-экспрессу, значит, и внутри мы уже устанавливаем систему взаимоотношений с клиентом, CRM-систему, вот, и будем общаться уже с нашим клиентом через веб-общение, то есть где он может задавать вопросы, получать на них ответы, где будет вся информация о его перевозках, все счета и акты выполненных работ, вся документация, все документы на груз. И он будет узнавать через систему личного кабинета, где находится его груз, где находится его контейнер или вагон. То есть эту работу мы уже ведем, и я думаю, что к лету, к середине лета, мы уже запустим промышленную эксплуатацию данной сервисы. Дмитрий, спасибо большое за то, что нашли время для участия в нашей программе, за интересную беседу. Желаем вам успехов в вашей деятельности. Ну а наша программа подошла к завершению. Увидимся с вами на следующей неделе на Atomicent Business. До скорой встречи!